Лучше слышать голос мамы и общаться со сверстниками мечтает 17-летний Семен Довгань. У мальчика врожденная тугоухость. Вести Урал совместно с Русфондом продолжает рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. Когда Семену было всего два года, мама заметила, что говорит он не так внятно, как его ровесники. Причину выяснили только перед школой. И в первый класс мальчик пошел с диагнозом двусторонняя тугоухость второй степени. Даже сидя за первой партой, ребенок не слышал учителя. Трудности, конечно, были, потому что он звуки слышит, а хорошую речь. Не понимаю речи. Речь не понимает, поэтому без аппаратов просто никак. Неравнодушные посетители интернет-сайта Русфонда помогли семье приобрести слуховые аппараты. Некоторое время это помогало, но потом слух стал ухудшаться. Семену диагностировали тугоухость уже третьей степени. Мы нуждаемся теперь в новых аппаратах, потому что и ребенок вырос, и инвалидность у нас, слух маленечко хуже стал. Нам сказали, что нужно аппараты серьезнее уже. Сейчас Семен учится в техникуме и мечтает стать программистом. Но недостаток слуха по-прежнему мешает получению знаний. Врачи говорят, что мальчику помогут только новые, более мощные аппараты. У Семена двусторонняя хроническая сенсеневральная тугоухость. Имеющиеся слуховые аппараты средней мощности исчерпали свой срок и уже не помогают. Чтобы компенсировать недостаток слуха, полноценно усваивать учебные материалы и общаться с окружающими, Семену необходимы новые, мощные цифровые программируемые слуховые аппараты фонок Балера с индивидуальными ушными вкладышами. Стоимость аппаратов 273 956 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Семену можете вы. Для этого достаточно отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Теперь вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите ее через пробел после слова «Дети». Например, «Дети пробел 20» или «Дети пробел 1000». Если сумму не указывать, за сообщение спишут стандартные 75 рублей. Перевести пожертвования можно и через мобильное приложение Росфонда. Ирина Беспалова, Диана Семякова, Алексей Голицын. Вести Урал.